Максим Максимович. Копал-копал, бросил. А у меня три копейки 1940 год. Копай. Усатый что-то нарыл. Рубль олимпийский. Это же Ильич. Да, с ним. Хорошенький какой. У меня звезда. Пищит. Усатый перекопал. У меня 15 копеек 1961 года. Ни хрена не видно. 20 копеек 1961 года. Ну ладно, в одной ямке. И наконец-то царь. Пол копейки. Эксперт сказал пол копейки. Усатый. Крест. Это крест. Ой, какой хорошенький. Песочный. Чистенький. 1 мая. Вышел чудок копнуть. И обнаружил в корневищах ложку. Заросшую. Но вытащить ее не получится, видимо. Ну, по крайней мере, не поломав. Ладно. Оставим будущим поколением. Еще немного. И целый сервиз соберу сегодня. Вот такой вот свинцовый дуплон удалось добыть. Пока ценных находок нет. Вот такая вот чаща начинается. Первая добытая монетка. Вот. И без помощи лопаты. Потому что среди корней копать удобней. Все-таки с помощью пинпойнтера я выковырял эту монетку. Потому что если бы это все надо было рубить, просто охренеешь. Видали, какой мегалит лежит в лесу? Ледник, наверное, притащил. Вот в такой чаще. Картаус. Рыжий уз. Роет. И у меня 3 копейки золота партии. Вон она как блестит. И обычная современная двушечка. 70 какой-то год. Вот она прелесть. Вот она. Вот она мнака. Она детка. Хорошенькая. Уяк. Складень. Елки-палки. Усатик там что-то роет. У меня вот такая тут прелесть. Так, полушечка подоспела. Ну, грязненькая. У меня сегодня водички нет. Отмывать не буду. Эх, полушечка хорошенькая будет. Еще одна полушечка. Детка. Вообще шикарная будет. О, профиль орла. Прелесть. И какая-то подвесочка. Усатик говорит, какой-то древний крест был. Вот. Пищит где-то. Че? Золото партии? А у меня паговка. Вот она. Так как есть. Продолжение следует...